Физкульт-привет, друзья и ученики! Просто случайный зритель! Вы присылаете мне очень много вопросов. К сожалению, 99% из них повторяющиеся, однотипные. Я, конечно, отвечаю на все, но приятно получать новые вопросы и делать на них обзоры. Вот пришел новый вопрос. Новый, потому что его даже раньше не было. Мы не озвучивали эту тему. Тема касается сухожилий. И звучит он примерно так, что мы знаем, что мышцы быстро очень растренировываются, если прекратить тренировки. А насколько дольше, если дольше растренировываются сухожилия? Ну что, давайте пообщаемся на эту тему. Мы с вами знаем, что сухожилия нужны нам для того, чтобы передавать усилия. С мышцы на кость, с кости на мышцу. Бывают сухожилия разные. Бывают длинные и узкие, такие, как, к примеру, у стопы, у кистей. Бывают короткие, широкие, как у мышц туловища. А, к примеру, такие сухожилия, как у ягодичных мышц, у мышц грудных. Сухожилия настолько короткие, что их практически не видно. И кажется, что они, мышцы растут прямо от костей. Но, что нужно знать еще, что бывают сухожилия двух типов. Тяговые и сухожилия давления. Ну, по названию, в принципе, ясно, какое сухожилие что из себя представляет. Но скажу, чтобы было понятно, что тяговые сухожилия, это сухожилия, которые являются, как бы, прямым продолжением мышцы. Растут от мышцы напрямую кости. Испытывают, соответственно, только тяговые нагрузки. А бывают еще сухожилия давления. К примеру, чтобы было понятно, представьте себе бицепс, его длинную головку. Всем известно, что она перекидывается через ключевой сустав, крепится на лопатке. То есть, понятно, что это сухожилие, помимо тягового давления, помимо тягового напряжения, может испытывать еще и напряжение давления. Это такая краткая информация. Да, действительно, сухожилия тренируются, натренировываются гораздо дольше, чем мышцы. И именно сухожилия определяют, я поэтому не раз говорил в своих статьях, в видеоуроках, книгах, и строю свой тренировочный процесс так, чтобы мы вначале укрепили все наши сухожилия. Чем крепче будут сухожилия, тем можно качественнее, мощнее нарастить мускулатуру. Это важно, в принципе, как для девушек, так и для парней. Не важно. Силовой тренинг, он первостепенен. Вот почему я против работы в тренажерах, потому что само по себе даже несравнима нагрузка, которую мы даем на сухожилия, когда работаем со штангой, с гантелями, с той нагрузкой, которую вы даете, работая в тренажере. Скажу сразу, что от нормальной физиологической нагрузки ни одно сухожилие не порвется. Еще такой интересный момент, что сухожилия бывают такие особенно прочные, крепкие, толстые, если хотите. Такие, как ахиллова сухожилия, как сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Они спокойно выдерживают нагрузку до тысячу килограмм. Для чего это все нужно знать? Ну, просто хотя бы для общего развития, для того, чтобы грамотно строить свои тренировки. Еще очень важно знать, что если мы мышцы свои чувствуем, у многих они болят после нагрузки, то сухожилия вы не чувствуете. И даже если годами накапливаются в них микротравмы, которые потом приведут к отрыву, вы почувствуете это только когда уже, когда оторвете. Вот почему нужно сводить работу в отказ, в абсолютный отказ к минимуму. И применять его только, когда мы с вами, работая по принципу периодизации, трудимся над промежуточными мышечными волокнами. Давая как бы нашим сухожилиям восстановиться. Как минимум в два раза сухожилия восстанавливается дольше, чем мышцы. И, соответственно, если вы прекратите тренировки, то мышцы тоже гораздо быстрее придут в нетренированность. А сухожилия будут долго, еще очень долго сохранять тренированность. И вот почему важно всегда, когда вы возвращаетесь к вашим тренировкам после относительно долгого, среднего перерыва, неважно, чем вызванного, отпуском, болезнью, просто вашей ленью, начинать тренинг плавно. Потому что то, что способны делать ваши сухожилия, не способны выдержать ваши мышцы. И вы можете просто-напросто травмировать себе мышцу. Получить микроразрыв или вообще полный разрыв мышцы. Я думаю, это никому из нас с вами не нужно. Силовая работа, я сказал уже, что от нагрузки адекватной ни одно здоровое сухожилие не порвется. Так вот, силовая работа, когда я вам говорю, что она производится не в отказ. И зачастую даже за один-два повторения до отказа останавливается работа. Многие мне не верят. На самом деле, отказ убивает силу. Сила останавливается и происходит даже откат. Это, кстати, может быть связано и с тем, что ваши сухожилия получают микротравмы. А восстанавливаются они, как мы уже с вами знаем, очень и очень долго. Так вот, когда мы тренируемся на силу, используя для многих любителей потереть жопу в тренажере большие веса. И если вы придерживаетесь грамотного тренинга, который я вам постоянно рекомендую, не работаем в отказ, вы только укрепляете свои сухожилия. Вот почему очень важно еще каждый вечер делать растягивающие упражнения. Но вы должны понимать, что растяжка это не то, что нужно завязать себя в дулю, скрутить себя в дулю. Нет, друзья. Растяжка это дозированное растягивающее движение, удерживаемое статически где-то 30-40 секунд, чтобы был растягивающий эффект. Это расслабляющая нагрузка. Это нагрузка, после которой вы будете лучше спать, которая снимает крепоту, которая помогает вашим мышцам, помогает вашим сухожилиям лучше функционировать, лучше себя чувствовать и оставаться постоянно здоровыми. Кстати, вот только буквально 5 минут назад получил сообщение от одной девушки, которая стала работать инструктором в одном из залов. Она меня тоже раньше спрашивала, как это. Ну, все же боятся начинать. И она придерживается тех же методов и принципов сохранения здоровья, работы со штангой, а не в тренажерах. И когда устраивалась на работу, естественно, обо всем этом говорила своим работодателям. Но ситуация резко изменилась, и от нее требуют также набирать не одного-двух учеников, а набирать там вплоть до 10 человек, 15 группу за раз. Представляете, персональный тренинг. Сажать их всех по разным тренажерам. Когда она говорит, что она старается до того, чтобы как-то передать свои знания, чтобы люди получали здоровье, чтобы люди получали результат, над ней смеются и говорят, что если она будет продолжать так себя вести, говорить такие вещи, то от нее избавятся. Кстати, будет интересно узнать. Она обещала сделать пару видеороликов об этом. Ну, о своих тренировках вы ее увидите. И о, может быть, сделай это от ситуации в зале. А я вам говорю, что такая ситуация, друзья, в 99% случаев, вот почему нужно всегда думать, как тренироваться. Вот почему самым тупизмом, которым только можно начать тренировки, это сесть в тренажер. Друзья, тренажеры для больных людей, либо для профессионалов, которые, используя фармакологию, пытаются уже как-то точечно изменять свою фигуру. Простым людям, которые вообще не думают о соревнованиях, которые, естественно, никогда и близко к фармакологии не подойдет. Не нужно все это разнообразие. Друзья, периодизация, хорошо поставленный силовой тренинг, здоровый сон, полноценное питание. Кстати, полноценное питание не обязательно разнообразное. Рациональное оно должно быть в первую очередь. И все у вас будет хорошо и здорово. Минимизируйте нагрузки свои на тренировках. Только необходимым минимумом. Если вы девушка или парень, неважно, достаточно для ног упражнения, приседания. Можно добавить еще, конечно, по желанию русские наклоны. Максимум разгибания ног в тренажере. Но от разгибания можно смело отказаться. Если вы хорошо приседаете и будете при этом делать еще русские наклоны, ваши ноги, в том числе и бицепс бедра, будут увеличиваться. Но вы должны еще понимать, когда вы видите ярко выраженный бицепс бедра у девочки, и она говорит, что она там накачала свои ягодицы, и в том числе и бицепс бедра в тренажерах. Друзья, такое возможно, и у мужчин, кстати, тоже, только в одном случае. Это если человек сидит на стероидах. Можете бросать меня чем угодно. Но есть такие мышцы в нашем организме, которые просто функционально не должны быть большими. И ярко выраженный бицепс бедра невозможно сделать в натураху. Да, вы сможете его укрепить, он немножечко увеличится. Но чтобы сделать его ярко таким выраженным, это можно только на фармакологии. Точно так же и, к примеру, задний пучок. Вообще, грамотные люди знают, по каким мышечным группам можно понять, принимает человек фармакологию или нет. Просто мне, в принципе, это не нужно. И вас это не должно интересовать. Вас должно интересовать по возможности хоть как-то научно обоснованное понятие о тренинге. А заниматься в тренажерах, особенно на первом этапе своего тренинга, это, друзья, дебилизм чистой воды. Тренер, который вас сажает в тренажер или заставляет приседать в машине Смита, обратите на это особое внимание, девочки. Если вам кто угодно, любой, даже Катя Усманова скажет, что нужно приседать в машине Смита, неважно, кстати, на каком уровне, вы можете сделать вывод, что этот человек просто хочет вас наедать. Как сказал в одной из своих миниатюр Гарик Харламов, это наедалово, друзья. Никогда, девчонки, если вы заботитесь о своем женском здоровье, о своей репродуктивной системе, не приседайте в машине Смита, избегайте ее как огня. Приседайте со штангой, приседайте с пустым грифом, с бодибаром, если вам тяжело. Приседание самое функциональное упражнение для нас. Кстати, оно будет укреплять ваши сухожилия, мышцы тазового дна. Многие переживают, как можно делать приседания или становые тяги, ведь у девочек слабые мышцы тазового дна. Да, друзья, если грамотно все делать, то вы это будете только укреплять, и вам будет только польза. Я же не просто так говорю, что работа со свободными отягощениями должна занимать 90% вашего времени, проводимого в тренажерном зале. Все эти кардио, все эти тренажеры, их можно вообще просто забыть. Турник, брусья, штанга, гантели, кольца, гири. Вот и парням, и девочкам самые лучшие инструменты. И никогда, никакой тренажер не заменит это. Никогда. Вам должно быть стыдно. Сейчас в Инстаграм, в Ютуб очень много роликов людей с реальными проблемами позвоночника, со страшными видами сколиоза, с врожденными генетическими мутациями. И они все равно и приседают, и тяги делают. Подтягиваться пытаются. Сколько девочек сейчас умеют подтягиваться? Если ты, парень, смотришь это видео, не можешь подтянуться 5 подходов по 10 раз, как ты можешь вообще себя называть спортсменом, качком? Да это просто смешно, друзья. Если вы не умеете подтягиваться и отжиматься, при этом дрочите свои бицепсы концентрированными сгибаниями, как глистая, извиваетесь, пытаясь сделать жим лежа, то вы тоже относитесь к дебилам, которые не хотят включать свои мозги, у которых мозги, скорее всего, в жопе. И в этом виноваты современные технологии, современный бизнес, фитнес-индустрии. Тренера, владельцы залов, отсутствие напрочь грамотного подхода, индивидуализм. Друзья, мы все с вами одинаковые с точки зрения биохимии, физиологии. О каком индивидуализме идет речь? На всех нас одинаково действуют физические законы. Не нужно подаваться на такую провокацию, на такую чушь. Конечно, хочется быть индивидуальным. Мы с вами индивидуальны с точки зрения того, как на каждого из нас влияет то или иное питание. Да, на кого-то сильнее действуют тренировки, на кого-то менее. Но на всех они действуют одинаково. Одинаково лучше действуют и качественные тренировки со штангой, со свободными весами, чем с тренажерами. Ну что, друзья, на этих позитивных мыслях оставляю вас. Надеюсь, что в очередной раз заставил ваши извилины заработать. И вы будете изучать материалы. Вы будете налаживать новые нейронные связи у вас в мозге. Что самое главное. Тренируйтесь, высыпайтесь, питайтесь, развивайтесь всесторонне. Спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова